У Гродня прошла первая сессия областного совета депутатов 29-го скликания. Головное пытание вынесено на повестку об ранее обновленным складом областного депутатского корпуса нового лидера. По выниках тайного голосования, посаду керавника представительного органа Улады заховала за собой Алена Пасюта, керавник облсовета депутатов по переднему скликанию. Ее кандидатуру народные выбранники подтримали одноголосно. Депутаты означали профессионализм, деловую хватку и человеческие якости, которые позволяют Алене Пасюте правильно выбудовывать работу Аблсовета, добиваться выращения запытов и проблем, которые охучивают выборщики. У свою чаргу на новобранный лидер выказала упълненность, что в регионе склауся мощный депутатский корпус, который в наступные пять год прикладе максимум намагания для дальнейшего социально-экономичного развития Прынеманского края и краины в целом. Росту добробыту белорусов. Важная задача, которая стоит, это, конечно, организация деятельности в Совете. Сохранением тех определенных традиций и то новое, что нас ждет. В настоящее время, благодаря новым изменениям законов местного управления и самоуправления, появился такой правовой механизм, который позволяет реализовывать гражданские инициативы. И вот этот механизм позволяет объединять гражданское общество, в том числе и по интересам. Конечно, будет большое внимание, как и прежде, уделяться молодежи. Формирование правового самосознания наших молодых людей, привлечение их к участию в реализации гражданских инициатив, социальных проектов. Но и важным, которое предстоит перед нами в ближайшее время, это избрание кандидатов-делегатов Всебелорусского народного собрания. Сегодня на сессии мы приняли решение о доведенной квоте. 38 депутатов местных советов различных уровней будут представлять Гродненскую область на Всебелорусском народном собрании. Это, конечно, не только повышает наш статус, но и возлагает очень серьезную ответственность за принятие этих решений, направленных на социально-экономическое развитие страны, на сохранение независимости, на сохранение стабильности и мира в нашей Беларуси. Как было заявлено на первой сессии, головной задачей ДЭП-корпуса состоится с уместной с органами выканавшей улады работа накераваны на поляпшене життя в регионе. Основой деянности сформированного совета станет досвид депутатов попередних оскликаний, что дозволит заховать переемность и забеспечить конструктивную працу. Радует, что в состав депутатского корпуса нынешнего созыва вошли представители молодежи, в том числе один представитель молодежного парламента, один герой нашего проекта «Ровесники молодой Беларуси». До 50 лет 39 человек. После 50-29 это говорит о том, что сплав молодости и опыта будут идти рядом, передавая друг другу не только опыт и знания, но и, я убеждена, новые идеи, новые проекты, новые интересные предложения для совершенствования работы совета депутатов, в том числе по работе со своими избирателями. Есть интересный проект, который будет направлен на сохранение ценностей наших деревень, сохранение истории, сохранение сакральных наших корней через реализацию проекта «Музей семейного быта», которые будут констатировать именно развитие сельской местности, сохранение традиций на селе через использование домов пустующих для того, чтобы их не разрушать, а превращать в места дислокации туристов, молодежи, изучение истории быта наших сельских жителей. Такой же опыт есть на территории нескольких районов. Я думаю, что в ближайшее время такие идеи появятся на территории всей Гродненской области, которые будут согласованы, заключены в один туристический маршрут, но и будут использоваться туристами не только местными, но и приезжими в том числе. Склад областного депутатского корпуса обновился больше на 80%. В обранном совете 18 женщин с 60 человек. Депутаты представляют самые разные сферы деятельности. Сирот их есть представники працовных коллективов, специалисты, керавники буйных промысловых предприемств. Российский, в том числе и 11 депутатов прошлого совета, созыва вошли из 60. То есть значительное обновление. Тем не менее, хотелось бы сказать, что 29, в том числе и эти 11, это те, кто работали в местных советах депутатов другого уровня. То есть опыт депутатской работы имеется, поэтому не все пришли из чистого листа. Раз, второе, это уважаемые люди, которые организаторы производства, руководители серьезных предприятий, школ, учреждений здравоохранения, которые по своему статусу на службе имеют огромный опыт в организации работы, но я думаю, что это им поможет при организации и депутатской работы. Ответственный человек, который понимает, чего он идет в депутаты, потому что эта работа выполняется исключительно на общественных началах. Это дополнительную, он на себя берет нагрузку по решению вопросов не своего предприятия, а того региона, жители которого его избрали. И даже не важно, это мужчина или женщина, хозяйственник это или это учитель. По моему разумению, сегодня в депутаты пришли ответственные люди, которые знают и понимают, которые в этот сложный момент, когда Беларусь со всех сторон окружена санкцией и давлением непрекращающимся, берут на себя политическую смелость защищать интересы нашего народа.